И вновь доброго времени суток вещает канал Накоменс Продокс, и это снова... Бандикам собака показывает уведомления. И это снова игра под названием Эффект Бабочки. Продолжаем! Единственное, что меня беспокоит, это скорость его роста. Или лучше назвать это трансформацией, а не роста. Да, он скоро окукалится и улетит в фоточку. Хоть сначала я и считала его странным и даже жутким, спустя некоторое время она стала выглядеть мило. Серьезно? Спустя некоторое время она стала выглядеть мило. Несмотря на гротескный вид этого существа, я, кажется, только сильнее привязываюсь. Помните игру про арахнофила под названием Паутина? Вот это чувак, а не братья. С главным антагонистом, который жил с пауком. Они братья. Просто живут в разных городах, а так они братья. Возможно, это потому, что его верх напоминает девушку. Надо бы прекратить использовать слово это. Так как отчасти она выглядит как насекомая, раз уж... А еще раз уж я хочу наблюдать за ее знаниями, я решил назвать ее Агеха. Агеха растет в течение последних нескольких дней. Ее щупальца растущие стали... Лапы еще немного подросли. Ладно. Сейчас я окошечко поправлю, а то тут опять от перфекциониста, пока я выкладывал предыдущее видео, образовался. Ранее бесформенная нижняя половина трансформируется во что-то полноценное. Может быть, одежда ей дашь, а? Чувак. Часть ее тела все еще непрочны и неустойчивы. Но с некоторыми усилиями она теперь может сидеть. Логично. Вне зависимости от того, как она растет, ясно, что Агеха не человек. Но когда я вижу, что она сидит на диване, мне кажется, что она становится больше похожа на человека. Я не знаю, что будет с ней дальше, но я хотела бы увидеть, сможет ли она стать человеком. Ну... Нет, вот эта плохая кнопка, учитывая то, что у нее уже есть тело. И она больше не гусеничка. Варень, готовь пожрать. Все любят жрать. Кто не любит жрать? Учитывая то, что она может теперь сидеть, я позволила ей использовать стол во время приема пищи. Скринь. Но с несприспособленными составами и незнакомым столовым прибором она движется неловко. Но если я покажу ей, как есть вилкой, она может подражать мне. Какая жесть, я не готовила отдельно для Агехи. Я просто в больших количествах готовлю то, что обычно ем сам. Надеюсь, без мяса. Надеюсь, ты веган. Я не вижу никаких изменений в ее реакции на еду. Что бы я не приготовила, она ест в небольших количествах. Дюймовочка, да? О, три зречка, кстати. Каким образом оно милое? Господи, извращенец какой-то. Наш главный герой извращенец. Я буду давать ей продукты с более насыщенным вкусом. Чтобы она совсем уже охренела. Попытайся общаться. Я тесто разговариваю с Агехой, но она все еще не может говорить. Она тебя просто игнорирует. Ты не жидостанство. Когда я называю ее по имени или зову есть, даже если она в ней комнаты, она приходит. Я думаю, что она начинает немного понимать. Хоть она может немного различить лишь несколько маленьких слов, я все еще не сдаюсь. Ну, погладь ее. Хреновая идея, ну ладно. Я, как обычно, глажу Агеху по голове. Нет заметного изменения выражения лица. Но она перестала отслеживать каждое мое движение. Потеряла ли она интерес или пришла к выводу, что я не нанесу ей вреда. Она больше не ползает по земле и стала больше походить на ребенка, чем на странные домашние животные. Гусеничка. Она, кажется, не переживает насчет моих прикосновений, но и не показывает виду, что ей это нравится. А с какого хрена ей должно это нравиться? Она все еще хочет откусить тебе руку, чувак, я тебе клянусь. По взгляду видно. Четырех зрачков. По взгляду четырех зрачков в двух глазах. Это видно. Что она хочет откусить ему руку до сих пор. Она иногда смотрит на меня своим нечитаемым взглядом на сяком их глаз. Может, она и не смотрит мне в глаза, но я все равно не могу ничего в них прочесть. Спокойной ночи. Агеха продолжает расти и изменяться день за днем. Она уже не волочит за собой тело, как слезняка, просто слоняется везде. Теперь она может использовать свои ноги и руку, чтобы перемещаться на короткие дистанции. Боюсь, она выходит за рамки моих ожиданий, но, как и всегда, она остается послушной и тихой. Однако заинтересована не в одном лишь физическом росте Агехи. Теперь она реагирует не только на мой голос, но и на новые толчки интереса. Телевизор и компьютер. Все, чувак, прощайся с телеком и компьютером, она их оккупировала. Что может означать рост интеллекта? Естественно, учитывая отсутствие у нее всяких эмоций и реакций, я понятия не имею, как и насколько эффективно она учится. Она не бывает непослушной и вообще не слишком активна. А я не могу до нее донести, чем же она может заняться. Я без понятия, насколько она умна, да и не смогу узнать этого, просто наблюдая за тем, как она ест или спит. М-м-м, возможно, если я это пойму, когда Агеха еще подрастет. Ее уровень интеллекта и будущие проблемы должны стать более явными, и она начнет действовать более свободно. Да, давай, суи сайтмут. Я останавливаюсь и кладу дневник на полку. Ее возможность передвигаться выросла, и теперь Агеха склонна пройдить по дому. Какой-то нюх ходит по дому, какой капец. Ахрена, мы это сделали, а? А, ну да, точно, помирать же с музыкой. Точно, ясно. Я заметил, что теперь она часто передвигается из комнаты в комнату, а иногда поднимает и передвигает различные предметы. Полтеръезд мы притащили в дом. Кусеничный полтеръезд. Что касается дневника, в который я записывала подробности моей встречи с Агехой, то он лежит на высокой полке. Скоро она отрастит возможность, как мухи, ходить по стенам, или что? Достанет дневник? Но я уже не могу быть полностью уверен, что он в недосягаемости. Ага. Когда она узнает, что ты ставил над ней эксперименты, это будет весело. Будет Монстр Фурнкенштейна 2. Агеха может научиться читать и писать, значит, я должна что-то предпринять по этому поводу. Нет никаких признаков того, что она проникает в мою комнату без приглашения, и введение такого дневника не назовешь ужасным занятием, я бы хотел все равно продолжать наблюдать за Агехой и дальше. Угу. Подумав немного, я открываю верхний ящик стола и запираю дневник в нем. А ты не подумал, что она может добраться до компьютера и научиться взломывать замки через какой-нибудь ГТА или что-то в том духе? Нет, он не подумал. Ладно. Пусть это и не самый прочный замок, но он никогда не подводил меня. Хух, конечно, никогда не подводил. В дом же никто никогда не забирался до появления этого нечто. Тем более, что по расположению предметов внутри ящика я пойму, проникал ли кто-то внутрь. Когда поймешь, уже поздно будет. Эм, наблюдать. О, у нее еще один зрачок появился. Что дальше, как у пчелы? Посетчатое зрение будет. Ее, никогда скрученная нижняя часть тела стала отдельными ногами. Прекрасно. Она может уйти. Замечательно. И у этих ног уже есть суставы. Так что скоро она может нормально ходить. Ее лицо теперь стало больше походить на человеческое, но разорвавшийся правый глаз портит картину. Правый глаз. А-а-а, бывает, че. Так как она отрастила еще больше щупалец, то я могу сказать, что она становится человеком. То я не могу сказать, что она становится человеком. Но это значит, что она стала более ловкой. И что она может копировать еще больше человеческих движений. Прекрасно. Хоть меня все еще это крайне настораживает. Я бы очень хотела видеть, на что Агеха способна. Приготовить поесть, сблизиться, попытаться общаться. Мы больше не будем ее трогать. Я стала готовить горькую и жесткую пищу. Но, как и всегда, она не проявляет никаких эмоций от нее. Единственное, что я заметила, когда я затеял все это, так это то, что Агеха не начинает есть, пока не начну я. Ну да, типа, вдруг ты отраву подсыпал. Такого придурка неудивительно ожидать подобного. Сначала я думал, что ей нужно показать, как правильно есть, но она уже умеет пользоваться столовыми приборами. Несмотря на это, она всегда ждет меня, а уже потом начинает есть сама. Может, она ест только потому, что ем и я. Или, может, она хочет, чтобы я показал ей, что еда не отравлена. Посредний, чувак. Определенно. Попытаться общаться. Пока что единственное, что она может произносить, редкий и очень пронзительный звук. Кей, кей. И то, только когда я ношу ее на себе. Чувак-аттракцион. Чувак-это лошадка на аттракционе. Знаете, такие аттракционы круглые с лошадками. На палочках. Вот они. Вот наш чувак из таких вот аттракционов. Это одна из причин, почему нам так сложно общаться. Она не смеется и не плачет подобно человеку. И даже не скулит, как животное. Еще бы унижаться пред таким, как ты, и скулить. Ага, сейчас обойдешься. Ммм, как вид насекомого ее очень трудно понять. В мире столько видов насекомого, чувак. Перестань уже удивляться чему-либо. Я очень надеюсь, что по мере ее развития как человека, ее голосовые связки тоже развиваются. Однако, как и всегда, она издает тот же ки. Наверное, стоит сконцертировать свое внимание на невербальных способах общения. Может, не надо больше ее трогать, а? По-моему, она нам в следующий раз тоже точно руку откусит. Конец дня. Рост Агехи продолжает меня поражать. Ее умение держать предметы уже далеко не такие, как у животных. Она постоянно становится все более похожей на человека. Несмотря на то, что она до сих пор не пыталась со мной общаться, исходя из того, что я узнала о ней во время содержания Агехи, все еще стала больше походить на заботу о ребенке, нежели о питомце. Когда она смотрит телевизор, она избегает жестоких сцен. Да, то вдруг ты заподозришь, что она тебе голову хочет откусить. Я ее понимаю. И она дает предпочтение комедиям и романтическим сценам. Она до сих пор смотрит их с большим удовольствием. Мне интересно, сможет ли она меня когда-нибудь понимать. Но я все еще беспокоюсь, что она может стать тем, что я не понимаю. Конечно, она станет тем, что ты не понимаешь, что она изначально этим была. Господи, смейтер, дебила. Возможно, она станет прекрасной бабочкой, либо опасной ядовитой эмоцией. Да, я видел вот такую вот эту. Еле убила. Блин, такая тварь жуткая. Кошмар просто. Из-за нее прошлая вебка накрылась. Но как бы она не менялась, я все равно буду к ней привязываться все больше и больше. Чувак, ты извращенец. Так. Хрена себе новости. Что у меня с лицом? Больше глаз, больше смысла, больше толка. Хотя некоторые части тела Гехи продолжают меняться причудливым образом, все остальные части ее тела все больше походят на человеческие. Нечто похожее на павука. Может, ты ее все-таки оденешь, а? Неприлично же. Я и подумать не мог, когда впервые ее встретил, что она может стать такой. Но как только я начала в ней видеть личность, они существуют. Появились некоторые проблемы, которые я больше не мог игнорировать. Ее тело становится не только человеческим, но еще и женским. Блин, одень уже ее, в конце концов, мать твою, еди. Она должна начать носить одежду, иначе мне просто будет некуда опустить взгляд. Я тебе про то заговорил уже, блин, два дня. Я не могу просто ставить ее гулой. Так что там... Так что дам ей какую-нибудь там одежду. Из-за особого строения ее тела и конечностей, я не знаю, подет ли ей обычная женская одежда. Раз уж она до сих пор меняется, я дам ей одну из моих рубашек. Да, вдруг это трансвистит. Она не сопротивлялась моим попыткам одеть ее, но она все еще не привыкла носить одежду. Дырочка. Он сделал дырочки для калешней в рубашке. О, мило как. Она не сопротивлялась. Я заметила, что она постоянно смотрит на рубашку. Она ожидала год Лоли платья, но ты дал ей рубашку. Ну ладно. Она все равно снимается ее с себя, когда я не смотрю. Эксгипиционистка, что ли. Так что я не думаю, что одежда ей по нраву. Возможно, мне стоило начать одевать раньше. Конечно, блин, как только у нее появились, блин, ноги. Ее надо было начать одевать. В школьную форму, например. Потому что она же ребенок, правильно? Мне даже немного жаль, что я не научила ее понять ее одежды. Когда человек дебил, это надолго. Меня же слушать не надо, правда. Жрать. Я приготовила столько еды, сколько смог. А пожрись и лопни. Овощи, фрукты, мясо, рыба. О, последний инвизор. Твердая пища, мягкая пища, острая, горькая, сладкая. Чтобы узнать ее вкус, я приготовила огромное количество блюд. Но Агеха все так же на них не реагировала. Нифига себе у нее, блин, зрачков. Ого. Она ее, походу, еще и подстриг. Чуть-чуть подровнял ее волосы. Видите, срез. И тут срезик. Но Агеха все так же на них не реагировала. Будто у нее нет ни вкуса, ни чувств. У нее не было никаких вопросов по поводу того, что я ей даю. Без разницы, что это за еда. Так что я решила остановить эти эксперименты. Разоришься на экспериментах. Знаешь, сколько хавчик стоит на шаги? Разоришься, блядь. Сидишь с ней постоянно. И при этом не работаешь. По ходу дела, судя по тому, как ты активно ведешь дневники и исследования свои. По ходу дела тут надолго. И еды будет скоро мало. Уже ясно, что несмотря на разнообразие обеденного стола, у Агехи нет предпочтений. Ей бы все равно, что есть. Просто поесть. А еще, несмотря на то, что она явно выросла, ест она столько же. Кажется, она довольно своей порцией питается лишь раз в день. Действительно странно. Может, ей нужно меньше энергии, нежели человеку? Или же она перерабатывает еду более эффективно? Да. Скорее всего, последняя. Но я рад, что ее содержание почти не ударило по моему кошельку. Да, дюймовочка прям. Попытайся пообщаться. Думаю, в будущем Агеха сможет изучить человеческий язык. Только она до сих пор не произносила ни слова. Она считается ниже своего достоинства общаться с тобой, придурок. Это нормально для девушки. Даже паучихи. Уйдет немало времени на обучение Агехи письмо, но я все равно отдаю ей ручку. Спасибо. Чтобы она воткнула тебя в глаз ночью. А когда я рисую перед ней линию, она отлично ее перерисовывает. Когда я пишу слова, она просто их с трудом копирует. Мне кажется, она еще ничего не понимает. Мужик, начни с алфавита! Мать твою, букваль не видел нигде. Я и не ожидал, что она все моментально поймет. Она неплохо управляется с посудой, столом и приборами, так что все будет хорошо. Я бы на том месте не была в этом уверена. У нее точно есть способности, чтобы научиться писать. Приготовь кровать. Не мучаю ее больше. Хватит уроков русского языка. Агеха стала немного больше, сравнивая с первоначальными ее размерами. Дивана же слишком мало для ее выросших ног. Да, пара в модельное агентство. Слишком длинные ножки. К счастью, в жилой комнате довольно много места. Поэтому я купил матрас и подушку для Агехи. Агеха, как и всегда, никак на это не реагировала. И теперь просто спит на новом месте. Скажи спасибо, что не половичок, блин. Додумался до матраса. Хотя она всегда была безинициативной и нечитаемой. С тех пор, как она стала все больше походить на человека, я чувствую себя довольно одинокою. Короче, ему грустно, что она его игнорит. Ладно, пора заканчивать серию на сегодня. Это был канал Накоменс Продокс. Сыгра и фиг до бабочки. Если вам понравилось, если у вас есть совесть, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если не подписаны. Если же у вас нет совести, то меня очень жаль, потому что бессовестных людей никто не любит. А еще их жирают вот такие вот штуки. Серьезно. А так, хорошее времяпровождение. Услышимся в следующем видео. Пока.